всем привет привет мы собираемся гулять вы мне кстати так и не написали как получается видео я так чувствую что здесь или затемняет или отсвечивается и такой молочный оттенок получается какой-то фон непонятный то ли вот от этой лампы зависит не знаю в общем всем привет не столь важно как у вас дела как вас настроение у нас очень холодно в плане того что сильный ветер и у нас такие одиночные окна я вообще когда сша приехала удивлялась какие здесь окна хлипки потому что у себя в украине я старалась установить устанавливали пакеты эти знаете оконные как они правильно называется здесь вот такие вот окна если это с двух сторон ветер то все продувает видите там два стекла как бы но все равно здесь ничего не закреплено здесь ничего это не утепляется и не заклеивается вот как мы раньше делали в общем здесь два стекла установлено но щели и все продувается буквально весь дом продувается до обещания к зимам а мне не холодно потому что я не стрижен и и я в шубке сейчас пойдем погуляем знаете я взяла такую хитрую привычку начинаю смотреть фильм на английском а потом мне уже хочется посмотреть его на русском я где-то на половине фильма уже еще себе русскую версию и досматриваю так прикольно но главное что начало положено просмотре фильмов на оригинальном языке окну что мы с бусиком модные у него красное белое синее и у меня тоже ну мы готовимся к присяге поэтому пойдем чтобы все видели и знали у меня даже видите толстовка такого же цвета моя сумка традиционная девочки мальчики красное белое синее это цвета американского флага если что а у нас через пару дней торжественная присяга на гражданство сша до сих пор мне не верится что я это сделала поэтому всем огромное за поздравление за ваши хорошие слова по поводу того что я приболела еще на таблетках еще чувствуется знаете так аппетита нет так себе ничего смотрите у дедушки у соседа у нашего колесо пробило или он знает потому что ему же уже наверное больше 80 лет у него принципе вот две машины и обе старенькие одна машина по моему его сестре принадлежала жены у него нет детей нет вот другая машина его он обычно на этой серой ездил ну посмотрим я его из окна обычно вижу прям как чувствую только как ну подхожу смотрю дедушка наши я выглядываю как он или в порядке смотрите пусть иди сюда не греби вот эти вот дома что передо мной я вам сейчас расскажу машина едет значит здесь тоже было две истории вот в первом доме там произошло убийство там жил молодой парень наркоман и сделал себе там такое как притон что ли и потом в этом доме был ремонт долго они там что-то мыли убирали мне было еще знаете как я хожу наблюдаю было интересно ли туда кто-то заселиться но сейчас там уже люди живут а вот здесь вот около дерева тоже стоял чувак я ночью шла с собакой как вечером и этот парень черный здесь фонаря ничего нет в этом проулке и он молча стоит к дереву прислонился его в последний момент увидела так испугалась а потом вот тот дом который я вам показала где убийство произошло и соседский дом я возвращаюсь бусиком мы его только-только взяли я уже домой иду смотрю стоит полиция несколько машин и рядом с этими машинами полицейские с автоматами я это не сразу увидела и офигела как только поняла что там в принципе такая непростая ситуация эти автоматы направлены на дом и из дома выходит парень вот тот который к дереву прислонен был руки за головой и я достаю телефон и знаете я даже боялась снимать подружка наша там страдает за бусиком и я боялась снимать потому что я не знала вообще что там за реакция и почему я не понимала не перекрыли дорогу все-таки вы ловите преступника с автоматами и вот так вот могут люди ходить конкретно я с собачкой честно говоря я офигела потом соседи по выходили я так издалека поснимала его эти какой ветер противный и потом поставила все это на фейсбук я тогда была активно на фейсбук а youtube то открывала то закрывала буси не лезь к этим столбам дурацким и где-то у меня даже сохранилось такое коротенькое видео я захватила как этот чувак выходит с поднятыми руками которого арестовывали представляете как гуся никогда не знаешь кто живет рядом сегодня я к чему это все просто смотрела хронику у нас тут нашем округе принц джордж называется это как не знаю как район что ли по районам поделена была погоня с перестрелкой и полиция давала пресс-конференцию ну я не совсем так слушала знаете посмотрела просто криминальные новости еще по нашему городу тоже здесь у нас весело в кавычках ищу девочку 16 лет а помните я вам тоже рассказывала как шла поэтому про уку темному и стояла вот такая вот машина окно было опущено и возле этой машины малолетка черной юбки и в этом в курточке что-то якобы или записывала может номер телефона может еще что-то и уже темень и что эта девочка делала около этой машины ну то есть могут быть разные варианты я уже говорила что вряд ли бы ребенок чей то так стоял возле машины а потом бы куда-то попрел в ночь правда же а что еще интересного значит машина помните тоже я вам рассказывал свой буси рассказывала что столб завалился мы как раз гуляли и начало дерево гореть короче было все это страшно опасно и сегодня читаю что машина врезалась вот в такой вот деревянный гнилой столб это вот в нашем городе ну и перекрыли дорогу я уж не знаю чем там тоже закончилась это все таки провода высокой мощности куда все это упало надеюсь что водитель жив остался ну факт тот что врезалась машина вот так вот столб и столб упал тоже так что вот так надо быть аккуратным пусть и пошли ради бога здесь вот люди живут они не любят когда бусик там что-то у них обнюхивает не всегда с вами здороваются улыбаются надо уважать если это их собственность хотя принципе здесь по закону можно гулять собакам то так называемый фронт-ярд публичное место точнее огорожено ничего вот здесь вот где-то у нас плюс 6 и противный ветер такой сквозной фу что хочется тепла и видите деревья стоят черные все равно день короткий хочется уже цветочков солнышко уже скоро да кстати сейчас что у нас я уже вообще попуталась февраль по моему сейчас до или что январь конец января представляете совсем сдурел все перемешалась у меня в голове ну потому что-то эти нарциссы полезли я показывала да уже вылезли нарциссы мне уже кажется что это уже конец февраля еще только январь заканчивается туда в этом месяце милый день рождения экзамен на гражданство еще месяц бы подождать я надеюсь марте хотя бы потеплеет но февраль вот этот период всегда у нас ветреный противно он придет футболки я такая мерзлячка фу я помню так удивилась когда мы гуляли с собачьем парке здесь есть такой закрытый парк для собачек 30 долларов стоит годовой абонемент и мне там женщина сказала ты ночью тут не оставайся тут мол наркоманы бродит сырать для меня это так все вообще далеко дико разные люди разные совершенно разные люди я же говорю никогда не нужно смотреть на национальность там расовую принадлежность или религиозную то есть хорошие или плохие вот так как здесь мужик живет что гонялся за нами с двумя собаками там вот чуть дальше туда у меня есть видео там мужик вообще белок ловит в клетку я спасала просто это невыносимо было смотреть на это никто не остановился никто не помог я имею виду из коренных так сказать американцев что я должна была лезть в эту клетку и спасать белочку там их было две одна умерла к сожалению но это нормальный разве человек смотреть как на твои глазах белки тогда был брачный период они просто избивали уничтожали друг дружку ну и одна умерла в конце концов а другую я выпустила на так ползком из клетки выбралась я думаю что нормальный человек никогда это не сделает как есть дохантеры или как там правильно называют так вот всякие больные а потом этот дед со мной здоровался как ни в чем не бывал иду и ель скрипит от ветра думаю что это такое но бусик мой никогда не будет чистый он роет лапами и все и все мои труды так что еще хочу сказать хочу немножко поёрничать сейчас же все линчуют байдена его семью проводятся обыски недавно год назад по моему утрам по обыски были сейчас у байдена всем так весело по этому поводу я просто хочу спросить где-нибудь сообщалось например об обысках например у чаты зеленских стоять или тут коррупции нет идеально чистая семейка или например кто-нибудь слышал чтобы были обыски у путина нет не слышали поэтому можно сколько угодно шутить на эту тему там до чесать свои языки но тем не менее это происходит сша я например считаю что это очень даже неплохо когда перед законом все равны вынес секретные документы доложи хоть ты президент хоть ты вице-президент хоть ты простой работяга вот так ну что ребята время разбрасывать камни время их собирать вот моя елочка сняла гирлянду с улицы и пожалуй уже пришло время все это убирать на убирать эти фонарики красочные ну что ж все выключаем до праздники закончились выключаем до следующего года дай бог дожить чего я вам желаю сегодня была такая болталка вот есть гуся тащим одеяло на себя да он знает что это нельзя есть одна серьезная тема вернее таких тем у меня много ну пожалуй я это отложу до следующего раза для этого нужно настроение знаете о наших в настоящих ценностях жизни я надеюсь эта история будет для вас интересна не знаю может быть под настроение сейчас елку сложу и сегодня даже для вас запишу может быть в следующий раз не знаю но сегодня будет вот такое вот видео гуся ты мне помогаешь да знаете прежде чем убрать елочку решила все таки для вас рассказать эту историю зла была маленькая девочка она была одна у мамы и у папы но к сожалению не мама не папа эту девочку не любил вернее папа совсем не любил а мама любила такой скажем так особенной любовью она говорила девочки если с тобой что-то случится я я ни дня не выживу но тем не менее мама все время старалась устроить свою жизнь и поскольку папа совсем девочку не любил даже был жесток с ней девочка одного раза решила уйти из дома сказала маме ты должна с папой расстаться мама все время твердила девочки что она очень любит своего мужа но девочка она уже немножко подросла не и появился характер она научилась вернее только училась отстаивать свои права свою независимость она сказала маме я я домой не вернусь если ты с папой не расстанешься тогда у мамы не осталось никакого другого выбора она расходится с этим мужчиной и находит нового такого же только немножко хуже этот новый папа тоже девочку не любил и тогда девочка приехала к своим родственникам к своей бабушке к своим теткам сказал вы знаете я никого не виню но почему меня никто не любит почему меня никто не защищает и тогда и бабушка и все родственники сказали девочке потому что ты взрослеешь когда-нибудь ты покинешь свою мать твоей маме нужно все-таки устроить свою жизнь девочка была не глупа она поняла что ей тоже нужно устроить свою жизнь за это время она еще немножко подросла и все-таки решила уехать окончательно из своего родного дома она вышла замуж родила деток выучилась выучила своих деток со временем мама девочки постарела к сожалению заболела неизлечимой болезнью эта девочка теперь уже взрослая женщина собиралась маму забрать к себе на лечение но мама не согласилась она сказала что у нее там где она живет есть родные сестры и они о ней позаботятся но так не произошло последние слова последние слова мамы перед смертью были не доверяй не доверяй моим сестрам то есть не доверяй своим теткам вплоть до того что эти родные сестры воровали лекарства воровали деньги которые мамин муж нужно сказать правду он ее любил которые мамин муж отдавал на лекарства на лечение но мама все таки умерла а через некоторое время умер и ее муж он не пережил такой потери он пролежал две недели в квартире и квартиру взломали органы прокуратуры по заявке соседей то есть уже пошел трупный запах по всему подъезду и вот вот это вот молодая женщина зайдя в эту квартиру она увидела что там творится должна была все это выгребать и приехала она со своей дочерью которой было всего лишь 17 лет то есть она приехала чистить эту квартиру и вот раздался этот звонок что одной из теток нужна эта мамина квартира нужны эти ковры понимаете бывшую девочку вот эту вот собственницу квартиры которую ей мама оставила по наследству все таки тем не менее обвинили во всех грехах конечно же все связи с родственниками были потеряны потом шло время вот эта вот женщина бывшая маленькая девочка и уже взрослая женщина ее жизнь была нелегкая она переезжает в другую страну и тогда ее родственники находят через много-много лет и женщина не теряет связь естественно со своими детьми и пишет им как я удивлена что родственники вот эти вот бывшие тетушки ее находят через много-много лет и тогда одна из дочерей этой женщины сообщает что наверное они поняли что у тебя появились деньги вот и потом знаете что происходит вот эту вот квартиру ее просто разбомбили началась война квартиру уничтожили бомбами это та квартира которую так хотели тетушки конечно же там в этой квартире не осталось никакой мебели никаких ковров тетушки умерли потом умерла одна из дочерей этой тетушки с которой вот эта вот женщина бывшая маленькая девочка была очень дружна и очень ее любила но потом вот эта вот получается двоюродная сестра просто обливала грязью ни за что ни про что и вот ее тоже уже нет живых обливала грязью фактически свою невиновную двоюродную сестру с которой она много-много лет общалась понимаете и вот нет этих людей нет этой квартиры нет этих ковров но живут родственники как бы да дети этих женщин и вот один из детей молодая женщина уже сейчас попадает тоже в непростую ситуацию под бомбой и так далее вот эти враждебные семьи начинают общаться одна другую начинает поддерживать они находят общий язык не стараются друг другу помогать вот собственно помогать старается только одна сторона но тем не менее они до сих пор на связи и стараются не вспоминать о прошлом вот такая вот история напишите что вы об этом думаете что на самом деле ценно для нас в жизни когда уже нет этих материальных вещей нет квартиры нет этих старых ковров и даже уже ушли из жизни некоторые люди которые так старались кому-то испортить жизнь кого-то обвинить ни за что и у кого-то что-то отобрать вот такая вот притч петч петч так ну что я здесь убрала место больше появилась муж с работы приехал завтра у нас мусорный день таскает мусорные баки я здесь хозяйничаю так что встречаем весну да получается хочу показать это стирку надо забрать еще удобно как были мы в буфете сифуд вот я часть продуктов замораживаю уже готовых например вот это вот красная рыба полная бадья и сейчас поставила на разморозку у меня уже есть готовое блюдо кстати в магазине покупать стало невыгодно красную рыбу очень дорогая прошлый раз я ездила ничего не купила ну да папа дома бусы бесится как тебе порядочке навела все по убирал а циферки чего не выбирала но надо убрать так вот муж мне сказал что эти шарики все подарки нужно выпустить на волю правда это загрязнение атмосферы но мы себе один раз позволим потому что олигархи летают на частных самолетах в одиночке и об этом не заботятся поэтому мы сейчас загадаем желание и отпустим эти шарики на волю в первый раз наверное в последний давай но имеется ввиду мы не будем загрязнять атмосферу потому что это все-таки не полезно для нашей планеты все аккуратненько аккуратненько маме мы с тобой сейчас это все идем подожди она что-то ну а все все хорошо все записывается все давай так проходи аккуратненько не споткнись и ты идешь спиной я загадал желание до загадываем желание отпускаем в космос до отпускаем космос аккуратненько проходи не споткнись а вот а теперь самый главный момент мы до тебя видно все хорошо видно я отойду от света чтобы все было видно сейчас я сниму это все что у тебя над головою а теперь делаем так спасибо боженька что дал нам день рождения отпраздновать а теперь праздники подарочки шарички летите наверх я тоже должна здесь сказать свои желания я по себя это произнесу ну все раз два три отпустили по одному или всех вместе давай всех вместе об все полетела наше творение полетела куда неизвестно долетит ну кому-то приземлиться на огород или в космос дай все и все будут знать что у тебя был день рождения все мамичка на выключать мечты сбываются не забывайте мечты сбываются где они уже не видно вот они мечты сбываются говорит что высоко так полетели в облака ушли да кхм